здравствуйте уважаемые заточники кто решил связать свою судьбу заточка инструмента начинающие действующие и желающие только это этим заниматься и так перед вами станок адемс тисар производства компания д я эдуард маркин и сейчас расскажу вам вкратце что это такое это станок для заточки различного инструмента бытового назначения например чтобы заточить топор можно использовать такое приспособление получится такая прекрасная замечательная фасочка ножи кухонные бытовые столовые армейские буквально любого назначения для нужд различных индустрий столярный инструмент также рубанки фуганки сюда тоже входят и так станок имеет частотный преобразователь который регулирует вращение вала от 0 до 3000 оборотов зависимости от инструмента зависимости от его металла нам необходимо контролировать эту частоту для заточки ножей у нас используется вот такой вот зажим и упор сюда вставляется нож и затачивается далее обязательным условием для заточки после приведения режущей кромки в порядок мы вам рекомендуем обязательно приобрести станок адемс т.м. который не входит в комплектацию станка но он важен и необходим с одной стороны мы мы делаем полировку режущей кромки со с другой стороны используем его для придания красоты для сатинирования для убирания ржавчины и подобных операций вот это вот устройство предназначено для заточки ножей фуганков электро рубанков также этот станок гриндер тиса можно использовать как универсальный обычный гриндер установив такую площадку он имеет изменяемую изменяемый наклон и градус соответственно под разные задачи вы можете использовать его не только для заточки итак мы сейчас вам покажем как это затачивать этот инструмент а в этом мне поможет володя вроде привет приветствую всем привет сейчас я вам продемонстрирую как этот станок работает то есть его в действии для того чтобы нам заточить нож нам нужно убрать поворотный столик установить упор использовать мы будем три ленты компании 3м также потом перед началом заточки мы настроим вращение с помощью частотного преобразователя я готов приступить к этому для того чтобы нам использовать в нижней части вытяжку нам необходимо устранить вот эти заглушки так и Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы нам заточить стамеску, мы устанавливаем столик для заточки стамесок. Нам необходимо будет две ленты, настройка частотного преобразователя, и мы будем готовы заточить стамески. Для того, чтобы нам соблюдать технику безопасности, а именно правильно настроить вращение ленты, для этого мы используем настройки частотного преобразователя. Я вам обязательно это покажу, потому как для заточки ножей мы работаем от режущей кромки, то есть у нас вращение идет по часовой стрелке. Для заточки топоров, ножей, лопат, ну и то есть садового инвентаря мы делаем вращение ленты против часовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы нам заточить прямые ножи для электрорубанков, нам понадобится столик, который мы используем для стамесок, и в том числе для заточки ножей для электрорубанков, пластина для скольжения, сам держатель, две ленты, ну и также я покажу, как настраивать частотный преобразователь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы нам заточить топор, нам необходим держатель для удержания топора, нам нужен упор, скольжение этого держателя, нам нужно две ленты, и нам нужно осуществить настройку частотного преобразователя, чтобы лента вращалась против часовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, дорогие друзья, заточники, вы увидели, как легко и просто, используя всего лишь три компонента, у нас получился вот такой замечательный результат. Первый из них – это оборудование компании ADEMS, второе – это технологии, расходные материалы, ну и, конечно же, умения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За умением приезжайте к нам в нашу Международную Академию заточки ADEMS. Я научу вас затачивать инструмент не только бытовой, но и маникюрный и парикмахерский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До новых встреч, всего доброго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА